Привет, друзья! Пришла пора выкинуть все это. А я, баба на канале Технозон, объясню, что же здесь все-таки происходит. Я являюсь очень большим поклонником такого устройства, как Xiaomi Mi Band 1S. И сейчас в меня полетят тапки, все будут кричать, есть же Xiaomi Mi Band 2. Но насчет Xiaomi Mi Band 2 я могу сказать одно. Мне очень не понравился приплюснутый дизайн этого устройства, не понравилась кнопка и не понравилось то количество багов, которые я нашел на 4PDA. Я боялся его покупать, потому что здесь были такие баги, как разрывы связи между Mi Band и Mi Fit. Было очень большое количество подделок. У некоторых возникали проблемы с переключением на русский язык, а также отсутствие зарядки после полного высаживания аккумулятора. И пользовался я своим Xiaomi Mi Band 1S достаточно долго, но это было неудобно. Это был очень практичный девайс, только в плане измерения пульса и шагов. А вот для того, чтобы узнать время, мне нужны были часы, либо если мне нужен был секундомер, я одевал хронометр. И это настолько сильно надоело, что когда вышел Xiaomi Mi Band 3, я очень сильно заинтересовался этой штучкой. Я заказал Xiaomi Mi Band 3, он мне пришел из Китая, опять же, за 10 дней, коробочка уже открыта. Я уже сделал обзор распаковочки, которую я вам покажу, и даже обзор функционала я тоже сделал, я вам покажу. И я очень приятно удивлен. И я понял одну вещь, что все вот это вот я просто-напросто выкидываю. Еще 11 дней назад, нажимая на кнопочку купить, я даже не думал, насколько изящное и функциональное устройство я получу. А когда я его включил и попользовался, то это был просто кайф, я вам говорю честно. Вообще, те, кто не в курсе, не могут задать вопрос, но для чего можно использовать устройство такое, как Xiaomi Mi Band 3? А я вам отвечу, это незаменимый помощник при занятиях спортом. Это отличная вещь для тех, кто катается на велосипеде. Благодаря своей водонепроницаемости, это супер вещь для тех, кто плавает в бассейне или занимается любыми другими водными видами спорта. Я думаю, что он мог бы пригодиться даже вот в таких вот погодных условиях и в таком месте. Ну, я пока не придумал зачем, но в принципе душу он мне греет. А вообще, когда я его заказал, я очень сильно переживал, что придет китайская версия, я не буду знать, что с ней делать, ведь на китайском языке будет все непонятно. Но когда я вам покажу распаковочку и уже перейду к функционалу самого устройства, вы поймете, насколько все просто и легко решается. Да и решения-то особого не надо, так как он автоматически сам переключился на русский язык при подключении к моему смартфону. Многие, кто меня знает, скажут, слушай, ты же не плаваешь в бассейне, ты не ездишь на велосипеде, да и вообще спортсмен ты никакой. Но да, эта штука нужна и мне, и я объясню почему. Случилась со мной пару лет назад очень грустная история, когда я попал в кардиоанимацию. Да, это было страшно, да, это было серьезно, я лечился. И после этого я купил себе как раз Xiaomi Mi Band 1S с поддержкой измерения пульса. Очень долго он помогал мне следить за количеством сокращения моего сердца в минуту в течение суток. А наличие статистических данных помогало моему кардиологу назначать правильные дозы бета-блокаторов, которые мне приходилось, к сожалению, принимать. И когда, пройдя терапию таблетками, я перешел к тренировочному процессу, именно Xiaomi Mi Band 1S помогал мне выбрать правильный режим тренировок. Но мне для этого нужно было использовать сторонние приложения типа Notify and Fitness for Mi Band. Так как функционал Mi Fit для Xiaomi Mi Band 1S был очень и очень скудным. Когда я взял в руки Xiaomi Mi Band 3 и немножечко им попользовался, я понял, что это именно то, на что я перейду со своего старого девайса. Отсутствие механической кнопки, отличная тактильность, отличные материалы, водонепроницаемость и увеличенная батарея до 110 мА, а также расширенный функционал Mi Fit с этим устройством просто не оставили мне выбора. И теперь вы будете видеть это устройство у меня на руке очень часто в моих будущих обзорах. Одной из причин, почему я в свое время не перешел на Xiaomi Mi Band 2, а дождался Xiaomi Mi Band 3, это была цена на старте продаж этого самого Xiaomi Mi Band 2. А в данном случае вопрос цены меня не волнует, потому что именно для нашего канала, вернее для вас, как для зрителей моего канала, в описании под видео есть ссылочка и купон на специальную цену, именно для этого Xiaomi Mi Band 3. Также вы можете найти этот купон в наших группах ВКонтакте и Фейсбук. Не забываем подписываться, там есть еще очень и очень много различных хороших предложений. И не забывайте, что такая сладкая цена, это еще и с бесплатной доставкой. А мы переходим к распаковке, мы переходим к разбору функционала. Кстати, будет еще дополнительное видео о сторонних приложениях для Xiaomi Mi Band 3, расширение его функционала, поэтому самое время подписаться и нажать колокольчик, чтобы его не пропустить. А я предлагаю просто перейти на распаковочный стол и начать наш обзор. Распаковочка. Как видим на торце у нас логотип Gearbest, у нас здесь есть накладные на отправочку, посылочка дошла за 10 дней. Открываем. И вот она вот такая вот у нас коробочка Xiaomi Mi Band 3. Ничем не примечательная, она белая, но по крайней мере это поинтереснее, чем Xiaomi Mi Band 1. Она немножечко побольше и более привлекательно сделана упаковочка. Ух ты! Вот она вот так вот открывается. Здесь есть хлястик. И вот это все вытянулось. Вы знаете, он прикольный, слушайте. И кстати, он еще и заряжен. Мы с пленочку удаляем сразу с экранчика. Да, он включен. Он включен на китайском языке, но мы потом все это исправим. К нему идет стандартный ремешок, черный. В принципе, ремешки можно использовать разные, разных цветов. Но если сравнивать с Xiaomi Mi Band 1S, который у меня был, то этот значительно больше и в принципе он легче. Что самое интересное. Сзади мы видим датчик для измерения пульса по ремешкам. Материал ремешка в принципе он остался неизменным. Он немножко шире, чем в первой части. Это очень хорошо, потому что первый Mi Band мне немножечко давил. Из-за того, что он был тонкий, он врезался. У него не было достаточной ширины ремня. В этом он более эластичный и более приятный на ощупь и более широкий. Что позволяет придать Xiaomi Mi Band 3 более респектабельный вид, чем это было с Xiaomi Mi Band 1. Вот так вот он выглядит. Вы знаете, это нечто ощущение очень-очень крутое. На самом деле он сидит как плитой. Ничего не люфтит, не скользит. И на самом деле это достаточно привлекательно выглядит. И респектабельно, хорошо. Мне очень-очень нравится. По сравнению с Xiaomi Mi Band 1, ну, когда это было на руке. На Xiaomi Mi Band 1 был неудобный ремешок для застегивания самостоятельно. Здесь это сделано намного лучше. Мы можем сравнить, как это выглядит. Выглядит на самом деле Xiaomi Mi Band 3 лучше. Кстати, я Xiaomi Mi Band 2 не беру, потому что он мне изначально не нравился. Мне нравился либо этот. И вот, наконец-то я созрел для приобретения такого. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас есть еще в коробке. Здесь у нас есть кабель зарядки. В принципе, он имеет такой же вид, как и кабель зарядки от Xiaomi Mi Band 1. Ну, он просто имеет немножко другие размеры посадочного места. И, кстати, можно не бояться потерять этот кабель зарядки, потому что на Gearbest они есть в продаже. И стоят они копейки. Кстати, ссылочки тоже внизу под видео. И вы можете всегда их там приобрести. Также у нас в коробочке есть инструкция. Инструкция у нас на китайском языке, но она с картинками. В принципе, все абсолютно понятно. Есть у нас QR-код для установки приложения. И есть краткая инструкция по установочке, настройке и зарядке. Я вам скажу, то, что здесь нет английского языка. В принципе, это вообще не имеет никакого значения. Все абсолютно понятно. Все. Больше на распаковке мы смотреть с вами ничего не будем. Мы это все закрываем. Складываем. Откладываем. И переходим к подключению, настройке и управлению этим замечательным устройством Xiaomi Mi Band 3. И настало время подключить этот удивительный Xiaomi Mi Band 3 к нашему смартфону. Для этого мы берем Xiaomi Mi Band 3. Мы берем стандартную инструкцию. Да-да, не удивляйтесь. Берем смартфон. Открываем инструкцию с разделом с QR-кодом. И просто его сканируем. У нас появилась распознанная ссылочка на приложение Xiaomi Mi Band. И нажимаем открыть ссылку. Нажимаем установить. После того, как оно установлено, мы нажимаем открыть наше приложение. На стартовом экране мы видим опцию войти и регистрация. Это все на русском языке. Так как у меня уже есть аккаунт Mi Fit, я использовал ранее Xiaomi Mi Band 1. Я нажимаю войти и буду использовать Google аккаунт. Мы видим, что у нас есть мой профиль. Мы видим, что у нас нет подвязанного устройства. Вот наш технозончик появился. И в принципе, что мы можем сделать? Мы нажмем добавить устройство. И самое интересное начнется сразу после того, как мы это начнем делать. Наш Xiaomi Mi Band 3 переключится автоматически на русский язык. И нажимаем добавить устройство. Нажимаем браслет. Нажимаем принять. И нажимаем понятно. Разрешить. Все, он завибрировал. И он на русском языке, господа. Нажимаем на кнопочку. И мы видим, что он теперь подключен. Все, никаких проблем и никакой разницы между китайской и глобальной версией абсолютно нет. После того, как вы его подключите, он у вас обновится до последней прошивки автоматически. Дело в том, что мой образец, он пришел уже с последней прошивкой. И, в принципе, мне не нужно его обновлять. Он у меня подключился и автоматически распознал русский язык. Мы видим на стартовом экране краткую инструкцию, как с этим работать. В принципе, вы можете для себя полистать, посмотреть. Мне это не нужно. Я вам и так покажу, как это работает. Начнем с самого Mi Band. Здесь очень приятная сенсорная кнопка. У нас здесь сенсорный экран, который реагирует на жесты во всех направлениях. На стартовом экране у нас показано время, дата и день недели. Также у нас здесь есть уведомления, есть погода. Мы можем посмотреть погоду, допустим, на сегодня, на завтра, на четверг. Сегодня просто вторник. Очень удобно. Так, что же у нас есть еще? Есть измерение пульса. Мы обязательно посмотрим, как это работает. Есть шагомер. Вот есть измеренное расстояние. Сколько сожжено калорий. Кстати, очень-очень полезная штука. И есть у нас заряд батареи в этом пункте. Так, что еще есть? И, в принципе, вот все. Есть еще вот пункт подробнее. Здесь у нас есть секундомер. Вы можете зажать, и у вас начнет работать секундомер. При этом вы можете его тормозить, возобновлять. Для того, чтобы его остановить, нужно зажать, остановить и зажать кнопку для сброса. Есть режимный. Вот вы можете включить режим без звука. И можете включить режим со звуком обратно. Теперь у нас здесь есть поиск устройства. Можете нажать и включить поиск этого устройства. Вот, пожалуйста, оно нашло. Смартфон, к которому привязано. Можем выключить звук. То есть, очень удобно. Если вы свой смартфон куда-то положили, вы можете либо в баре вы оставили, либо у вас его в баре украли, либо в другом месте каком-то украли. Это очень удобно. Вы нажимаете просто поиск устройства, и ваш смартфон начинает орать, как сумасшедший, что, в принципе, очень хорошая, удобная функция. Также у нас есть здесь настройки экрана. И мы можем выбрать вот такие вот варианты отображения стартового экрана. То есть, мне очень нравится вот такой. Он более информативный, с количеством пройденных шагов. И последнее, что у нас есть, это информация об устройстве. То есть, вы можете зажать и увидеть его серийный номер, вернее, его ID. Я вам честно скажу, это огроменно большой функционал для столь маленького устройства. Давайте попробуем, как работает пульсометр. Для этого мы его вставим в наш браслет. Браслет должен быть по инструкции обязательно на расстоянии одного пальца от запястья, от кисти. Пульс раздел. И зажимаем для измерения. Пожалуйста, 68 ударов. У меня сейчас пульс. И это очень хороший пульс. И в принципе, это все, что можно было бы посмотреть в самом Xiaomi Mi Band 3. Поэтому мы перейдем к смартфону и к программе. И посмотрим, как она взаимодействует. И какой функционал предоставляют в паре вместе с этим замечательным устройством. Если кто пользовался Mi Fit ранее, он должен заметить сразу же огромную разницу между тем, что есть сейчас и тем, что было раньше. Здесь появилась огромная куча функций. Если раньше для того, чтобы мониторить, например, круглосуточно пульс, мне необходимо было, кроме Mi Fit, использовать еще дополнительно, например, Notifying Fitness for Mi Band. Он и сейчас работает. В принципе, он расширяет несколько функционалов. Но даже сейчас того функционала, который есть в Mi Fit, достаточно для того, чтобы не использовать сторонние приложения. Давайте же посмотрим, что здесь есть. Зайдем для начала в профиль. Здесь мы можем задать цель активности на день. У меня стоит 8000 шагов. Хотя я, само собой, его не исполняю. Цель веса вы можете установить. Ну, насчет друзей мы опустим. Добавить аккаунты мы тоже опустим. Это уже вы сами будете разбираться. Оповещение об активности. Данная функция всего лишь оповещает вас ежедневно в 21.30 о вашей активности за день, которую вы провели с вашим браслетом Xiaomi Mi Band 3. Также опция уведомления о пробуждении показывает утром информацию о сне. Что, в принципе, удобно. Я ее включу. Я, в принципе, включу и оповещение об активности пойдет. Также у нас есть здесь метки поведения, где вы можете устанавливать, что вы делаете в какой-то определенный момент. Например, мы сейчас будем идти и включим такую метку поведения. И он будет отслеживать активность, свойственную для определенного действия, которое мы указали. Есть у нас опция умного анализа качества сна и анализа типа тела. И теперь переходим к самому браслету. Нажимаем на сам браслет в Mi Fit. И смотрим, какие же опции взаимодействия предоставляет данная программа в связке с Xiaomi Mi Band 3. Первое, что бросается в глаза, это разблокировка экрана. Данное приложение позволяет войти в настройки безопасности, установить разблокировку экрана. А в частности, это будет умная блокировка для разблокировки телефона с помощью браслета. Давайте перейдем и попробуем это сделать. Мы видим, что мы вывалились в опции безопасность блокировки экрана. Нажимаем опцию Smart Lock. И мы видим пункт надежное устройство. Переходим в надежное устройство, нажимаем добавить. Здесь мы видим, появилось Mi Band 3. Все, мы нажимаем добавить. И Mi Band 3 подключено. Теперь мы видим, что при подключении к устройству Mi Band 3, ваш телефон будет разблокировать. Рядом с устройством Mi Band 3, ваш телефон не будет блокироваться. Поэтому любой сможет воспользоваться им. Это и удобно, и опасно. Если у вас, конечно, украли и Mi Band 3, и телефон, то они смогут этим воспользоваться. Я вам честно скажу, что данная опция, она не совсем актуальна для телефонов, у которых есть опция разблокировки лицом. В частности, как у этого OnePlus X. Но это очень удобная опция для всех остальных телефонов. Вы включили Mi Band 3, и все, и ваш телефон просто не блокируется. Поехали смотреть дальше, что у нас есть. Оповещение о входящих вызовах. Разрешить доступ к телефону. Давайте мы разрешим обязательно. Вот, все, оно у нас включилось. Давайте попробуем мне позвонить. Вот, я взял телефон своей дочери, мне интересно, как я у него вообще записан. Папа записан. Вот, мы видим имя звонящего. Нажатием на экран мы просто отключим звук, а зажатием мы сбросим этот вызов. Вот, пожалуйста. Событие. Событие это обыкновенный календарь, где вы можете ввести название. Например, выпить таблетку. И ежедневно в 8.28 оно будет вам напоминать о том, что вам нужно выпить таблетку. Мы, конечно, это удалим, потому что нам не нужно пить таблетку. С будильником мы тоже не будем заморачиваться. Работает будильник здесь вообще отлично. Оповещение. Это Mi Band будет вибрировать при получении пуш-уведомлений. К пуш-уведомлениям относится все, что вываливается у вас в экран, либо в строку состояния. Это может быть SMS, это может быть сообщение Viber, WhatsApp, Line, все что угодно. Но вы можете включить опцию, что получать только при выключенном экране. То есть, если он будет включен, то эти пуш-уведомления у вас не будут появляться. Раньше это была очень назойливая функция, которую очень плохо было отключать на Xiaomi Mi Band первом. И он мог жужжать потом часами. Честно говоря, мне это очень сильно раздражало. Я не буду включать оповещение, потому что я не слежу за сообщениями. Они мне, честно говоря, тоже раздражают. И не бездельничай. Оповещение бездействия. Браслет в данной ситуации будет фиксировать отсутствие активности в течение часа. И будет напоминать вам, что нужно походить, побегать. Так как основное направление у этого браслета фитнес, то это очень-очень-очень полезная функция. И вы можете задать диапазон, когда он будет следить за вашим бездействием. Очень приятная штука. Также есть ряд функций типа поиска браслета, видимости, расположения браслета. Расположение браслета, само собой, вы по умолчанию выбираете здесь левое, либо правое запястье. Вот, мне очень нравится. Поднимите запястье для просмотра информации. Очень удобная функция. То есть при выключенном браслете мы сейчас видим выключить. Если вы его повернете для просмотра, он автоматически будет включаться. Класс. Отличная функция. Мы его оставляем на весь день. Хотя вы можете задать диапазон, когда это будет срабатывать. Это, в принципе, экономит батарею. И вот то, что меня, допустим, интересует в данном браслете. Это то, что я могу сделать не так, как у Xiaomi Mi Band 1. Без привлечения сторонних приложений я могу включить автоматическое определение пульса. Это означает, что он будет мерить мой пульс, допустим, каждые 10 минут. Само собой, это уменьшит немножечко время работы от одного заряда батареи. Но для меня эта функция важна. Также вы можете здесь включить настройку погоды. Определять местоположение автоматически у меня стоит. И вот версия прошивки 1.3.0.4. Это прошивка последняя, официальная. Бета-версия сейчас 1.3.0.8. Но ее официально еще не выкатывали. Поэтому вот мы сидим на такой. Я ее с такой получил. Также у нас в самом Mi Fit есть такой раздел, как активность. Это раздел тренировок. То есть вы выбираете здесь активность. Например, ходьба, нажимаете старт. И мы стартуем тренировку. Все, оно пошло. Оно будет следить за пульсом. Оно будет считать шаги. Мы сейчас не будем показывать, как это работает. У нас есть по умолчанию 4 тренировочных режима. Бег на улице, беговая дорожка и на велосипеде на улице. В тренировочном режиме нам доступны очень интересные настройки. То есть это автоматическая пауза. Экран всегда включен. Это когда он будет держать Mi Band 3 ваш включенным. И выбрать карту. То есть он будет показывать ваш маршрут на карте. Мы выбрали карты Google. И в принципе это очень хорошо. Также есть предупреждение о высоком пульсе. Это вот зона пульса аэробная. Вы можете выбрать пульс, при котором он будет вас оповещать об очень высоком пульсе. Также есть оповещение о темпе. Только для бега на улице. Браслет будет вибрировать, если вы бежите медленно. Вот это вот очень интересная опция, которая заставляет вас следить за вашим темпом бега. С тренировочным режимом у нас все понятно. Есть режим GPS с покрытием. И вот наш статус, в котором у нас собрана вся основная информация. То есть здесь есть данные о сне, есть данные о пульсе в течение дня. Есть ваш вес. И есть достижение целей на каждый день. В принципе это весь функционал Xiaomi Mi Fit, которого на данном этапе вообще достаточно для того, чтобы не привлекать сторонние приложения типа Notify and Fitness для Mi Band. Если вам интересно все-таки сторонние приложения с более расширенным функционалом, то мы обязательно выпустим дополнительное видео. Поэтому самое время подписаться и нажать колокольчик, чтобы его не пропустить. А мы с вами перейдем и прорезюмируем, насколько же было удачное наше приобретение Xiaomi Mi Band 3 и стоит ли его приобретать. И вообще, насколько эта штука полезна и хороша. Вы знаете, поработав с этим браслетом и разобрав его функционал, я понимаю, что я буду очень и очень редко снимать его со своей руки. Единственное, что я сделаю, это обязательно прикуплю дополнительные ремешки, дополнительную защиту для экрана своего Xiaomi Mi Band 3. И ссылочки на все это я тоже выложил в описании под видео. В этом видео я специально не упоминал версию Xiaomi Mi Band 3 с NFC. И имея NFC в смартфоне, в карте, в кольце, блин, добавлять его еще в браслет, это будет уже чересчур. И как итог, рекомендация TechnoZone, это устройство обязательно к приобретению. Оно может пригодиться абсолютно любой категории людей. А если вам нравится то, что мы делаем, то ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Подписываемся на наш канал. С вами был Бабл на канале TechnoZone. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok